нам еще не столько лет чтобы думать о пенсии да вот мне 42 хотя уже не мешало бы да потому что почему потому что я понимаю что я уже работать так как я работала там в 30 до этом 27 я не могу уже физически я не могу да и не хочу столько работать а когда ты помоложе ты вообще об этом не думаешь пенсия там когда-нибудь что-нибудь там произойдет же в твоей жизни вот у меня сейчас папа был две недели в гостях и я папе но последние несколько лет помогаю при том что у моего папы две пенсии одна российская одна белорусская у него хорошая высокая пенсия но он не может как бы ну сводить как бы на еду вот если пенсионеру нужна только еда конечно же ему хватит амина квартплату но если как бы у пенсионера еще есть какая-то дополнительная жизнь а мы же все хотим на пенсии не только есть да и там просыпаться поел поспал и получается что пенсионер вынужден жить вот эту убогую унылую жизнь неинтересную потому что у него больше ни на что не хватает я например представляю что я буду путешествовать да я буду там пить опироль уже в 12 часов дня я вот там красиво одеваться я буду хорошо выглядеть я сяду и напишу книгу я буду жить в каком-то великолепном месте с видом на горы на там вековые сосны понимаешь а мы будем вынуждены жить просто есть оплачивать коммуналку ложится спать чтобы утром снова поесть я об этом думала мы настолько беспечно относимся ко всему на к своей жизни если на графике нарисовать нашу жизнь в виде доходов то у нас там начиная с 20 ну если мы там в 20 лет пошли работать да у нас начинает расти 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 доход мы же повышаем качество жизни и мы повышаем вот траты да мы растем 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 а потом у нас после 40 до либо стагнация какая-то а потом однозначный обвал в доходах а мы об этом не думаем и мы об этом задумаемся вот когда мы уже выйдем на пенсию нашему задумать какую хрена мы просрали свою жизнь да то есть мы все что зарабатывали мы все спустили это же особенно касается тех кто хорошо зарабатывает ну то есть все что заработал все просрал купил там классные сумки классные часы там не знаю классную тачку там отдохнул впечатление это все очень классно но ужасно если это все было впритык то есть сколько пришло столько ушло сколько пришло столько ушло и хорошо если в твоей жизни нет никаких таких экстраординарных ситуаций когда тебе нужны деньги как бы и ты в это не уперся и ты не озаботился то есть ты не задумывался о том что нужен какой-то финансовый резерв женщина об этом чаще все думают потому что женщина однажды беременеет она не может работать да и она понимает и блин как бы есть период когда я не работаю я начинаю я становлюсь зависимой и мало кто из женщин дальше хочет жить то есть прожить еще вот это время когда ты зависимы и тебе надо на помаду попросить там да блин даже шубу объяснить доказать что это нужно да как бы машки купили а мне не купили и ты такая все вокруг порхаешь да купи мне шубу купим еще вот чувствуешь себя немного ущербным и вот женщина после декрета очень часто или еще во время декретного отпуска она очень часто задумывается о том что я хочу умеет содержать себя сама а у мужчины вот этого периода нет он ну редко он бывает там зависим от женщины да там он же не сиди декретном опуске чаще всего мы же проживаем вот эту идею наших родителей дадить это самое ценное и мы стараемся живем чтобы у наших детей все было то есть мы думаем надо дать образование надо подумать о какой-то квартире надо там нормально замуж выдать или женить нормально чтобы ну все хорошо было на себя мы забиваем знаешь что дальше получается у меня вот родители всех зрителей скорее всего также жили родители о себе не позаботились и мы дети должны заботиться о своих родителях то есть когда они выходят на пенсию они уже зависимы да мы должны заботиться о своих родителях то есть мы не о себе заботимся мы заботимся о своих родителях мы заботимся о своих детях и мы окажемся в такой же ситуации то есть мы окажемся на пенсии в ситуации когда наши дети должны думать о нас мы и мне привели понимание что нужно обеспечить свое будущее потому что они должны нас обеспечивать и своих детей так вот если мы возвращаемся вот к этому доходу на сегодняшний день по моим ощущениям да некоторые говорят нам после 40 у тебя как бы стагнаться начинается мне кажется после 50 я работаю в онлайне как бы в онлайне так после 50 все тоже больше не растешь почему потому что ну уже не не те мозги да уже кажется куда мне да при том что у меня есть ученик он ко мне пришел ему было 62 года он ему было 62 года сергей скулов это как бы люди там некоторые пишут а где прушу где доказательства вот он пришел ко мне он отучился сначала в школе продаж он пошел продавать а потом он отучился на самой сложной программе на комплексном маркетинге ему уже было не 62 ему было больше ему сейчас работает он хорошо зарабатывает то есть в онлайне вот нет вообще нет и вообще никаких границ не по возрасту не по доходам то есть ну ты же не приходишь везде с ротком не 62 там все там до свидания до себя уже песок сыпется а ты же сначала делаешь какое-то тестовое смотрят на твое тестовое потом смотрят как ты проходишь насколько ты живой насколько ты энергичный и только потом ты можешь сказать так мне вообще-то еще и 62 таки да могут удивиться да но как будто интересно ты хорошую работу делаешь вот поэтому в онлайне немножко по-другому вот проблема знаешь у кого у всех кто работает там на государственных работах до куда-то там госкомпании пошел там в эти конторы там учителя медики у них раньше начинается стагнация то есть ну почему ну потому что им не дают уже никаких других там дополнительных вот этих чем там ставки дополнительные еще там что-то да то есть у них стагнация а дальше то есть ты вышел на определенный уровень дохода ты начинаешь жить на этот уровень дохода да потом у тебя начинается обвал по доходу оживешь ты еще все так же пока ты поймешь да что как бы ты уже так больше жить не может уже просрал всю свою вот эту подушку которую ты себе накопил за жизнь получается ты вынужден будешь жить то есть ты зарабатывал там 50 100 200 каждый свое а потом ты начинаешь жить вот на эти 10 20 понимаешь вот что нас ждет и вот я у меня мама когда я только начала заниматься магазинами мне мама задавала очень часто у меня уже все было хорошо не то что я начинаю мне все было хорошо я уже все заработала все все купила мама такая ну ты конечно же молодец горит а когда на нормальную работу пойдешь в смысле грим не нормальная работа и она говорит это я все понимаю горит на тяж пенсию платить не будут понимаешь и я говорила мам какая нахер пенсия сама себе все заработаю а сейчас я как думаю меня пугает да при том что я зарабатываю ну очень многое зарабатываю а меня пугает уже этот вопрос меня пугает потому что я же понимаю что я не буду работать но я не смогу физически да и ментально я не смогу работать когда я выйду на пенсию и если я сейчас об этом не буду думать я вынуждена буду жить насколько на 10-20 тысяч до на ту вот ту пенсию что на мой взгляд важно для себя определить понять а сколько денег те в месяц вот на сегодняшний день кажется нужно будет на пенсии чтобы там пить опироль там писать книгу жить в соснах там с видом на город у каждого же свое какое-то представление о пенсии нужно понимать сколько тебе нужно в месяц для того чтобы ты чувствовал себя ну счастливым пенсионером то есть если тебе нужно столько то на пассиве откуда ты можешь получать эти деньги вот здесь многие вот начинают говорить там все фондовый рынок все идем туда скупаем там акции это как бы хорошая идея но понимаешь диверсифицировать свой будущий доход нужно уже сегодня то есть у тебя должны быть разные инструменты получения дохода в будущем вот о будущем мы не думаем соответственно для того чтобы у тебя был там какой-то капитал который тебе ежемесячно приносит ту твою сумму да на которую ты готов жить на пенсии тебе нужно уже сегодня думать о диверсификации своего дохода если у тебя только один источник дохода и ты его проживаешь прям впритык и некоторые говорят я буду инвестировать по тысяче да нихрена у тебя не будет к пенсии если ты будешь инвестировать по тысяче то есть это не тот доход понимаешь это не то не не нет ни то сумма которая сделает тебя нормальным пенсионером который позаботился о своем будущем то есть уже сегодня не важно сколько те лет да уже сегодня нужно дополнительно зарабатывать то есть зарабатывать только проблема в том что многие люди дополнительно зарабатывать и тоже все спускают ну то есть да ум и выше на другой уровень дохода но мы соответственно и выше на другой уровень расхода а там как-нибудь там чего-нибудь будет дети нас будут содержать да и вот и все и мы запускаем вот эту вот цепочку порочную вот поэтому важно повышать свой доход важно подумать а где еще могу заработать ну понятно что я двигаю идею вообще заработком онлайне да потому что маркетинг и продажи вообще вне возрастные профессии вне территориальные региональные профессии ты просто можешь зарабатывать столько сколько ты хочешь и там нет потолков и важно не тысячу инвестировать а важно думать о будущем то есть но капитализировать сумму накапливая да и использовать разные инструменты которые будут давать тебе прибыль в будущем твой доход в будущем смотри у нас нам же страшно не хочется дополнительно зарабатывать ради того какого-то там будущего когда мне будет 60 то есть определить какую сумму ты будешь инвестировать свое будущее какую сумму из того что ты зарабатываешь потому что мы же хотим как-то поощрять себя за дополнительную работу там условно 30 тысяч ежемесячно там 20 здесь у каждого это своя сумма, потому что я не знаю, что тебе там нужно в будущем. То есть ты каждый месяц зарабатываешь, и ты инвестируешь в свое будущее. Остальную часть, ну, как бы улучшаешь твое качество жизни, да, для того, чтобы кайфовать. Просто многие говорят, живи моментом, вот просри прям вот сегодня. Сегодня получил, и все в этом же месяце просри, как бы гениальная идея, но когда-то ты станешь пенсионером, да, и как бы что у тебя там будет. Вот, какие инструменты ты имеешь в виду? Все возможные, все возможные. Я, например, за то, что меня интересует, да, знаешь, как сказал Марк Фен, да, покупайте землю, ее больше не производят, да, это первый инструмент, потому что если правильно выбирать землю, то земля всегда дорожает, да, и на любой бюджет можно покупать землю. Вообще на любой бюджет можно покупать землю, и земля всегда в стоимости будет подниматься. Дальше доходная недвижимость, естественно, да, и это не квартира под сдачу, это, скорее всего, коммерческая недвижимость, на мой взгляд, да, опять же, в зависимости от регионов, потому что где-то будет жилье хорошо сдаваться. Ну и, естественно, фондовый рынок, да, но не все туда, то есть, ну, вот, понимаешь, не только внутри фондовых рынков нужно диверсифицировать свои доходы, а вообще все инструменты использовать, чтобы если где-то что-то проситает, вот сейчас, в данное время, да, многие ничего не могут, то есть многие потеряли почти все, то есть ушли в минуса, да, и если у тебя был только этот инструмент, даже внутри правильно выстроенный, да, ты ничего не можешь оттуда вынуть, ну, то есть там херня какая-то. Опять же, нужно понимать, какая тебе сумма в месяц нужна, потому что, конечно же, можно взять там квартиру в ипотеку, да, ее там выплатить и потом уже получать вот эти дивиденды, но тут же тоже про ипотеку нужно понимать, да, они выгоднее для тебя, потому что ты какие-то проценты отдаешь банку существенные, да, и вот на эти проценты ты могла бы еще что-то там замутить, поэтому очень часто выгодно не в квартиру, это самое очевидное, о чем мы сразу думаем, да, это там какая-то квартира, а на самом деле выгоднее было бы всю эту сумму, да, маленькую, да, вложить в землю, и земля прирастает, то есть у тебя земля постоянно прирастает, ты ее продаешь, и потом вот эти врученные деньги уже можешь вкладывать во что-то, то есть постоянно думать о том, куда я могу вложить деньги, чтобы они росли. Но самое важное, знаешь, что еще самое вот про пенсию, я не знаю просто как другие люди думают, да, мы же понимаем, что средняя продолжительная жизнь сейчас растет, и население стареет, пенсия это что такое, нам же внушили, что вот ты отчисляешь каждый месяц там пенсионный фонд, они накапливаются, типа там на твоем счету, потом ты забираешь, это же не так происходит, мы сегодня отчисляем на содержание наших пенсионеров, то есть мы сегодня платим нашим пенсионерам, когда мы будем пенсионерами, наших детей сильно меньше, то есть, ну, не воспроизводится население, понимаешь, то есть людей гораздо меньше, людей активно работающих, когда мы будем пенсионерами, будет сильно меньше, и, соответственно, то, что будут отчислять они, нам этого будет жутко не хватать. Так что мне зарабатывать больше и самой копить на пенсию, да, самой копить на пенсию, самой позаботиться о своей пенсии, не думать, что государство будет о тебе заботиться, потому что государство позаботится ровно вот в этой части. А сейчас смотри, что происходит во всем мире, да, отказ от социальной поддержки во всем мире, в развитых странах, то есть только к 65 человек выйдет на пенсию и сможет получать какую-то пенсию. До 65 он должен будет работать, то есть тебе нужно сохранить ментальное здоровье, потому что это уже возраст, когда там нас настигает дядюшка Альцгеймер, да, и как бы, ну, тебе это сможет быть. А как бы пансионаты, это дорогие, достаточно дорогие, да, это опять ляжет на твоих детей. То есть поддерживать ментальное, поддерживать физическое здоровье, для того, чтобы ты смог работать до 60, и тебе же зарабатывать нужно. У нас уже говорят, а мы после 50 не берем на работу 10 лет, на что ты будешь жить? То есть ты должна быть настолько востребованной, таким профессионалом, чтобы быть над молодежью, быть мудро уже в своей профессии, чтобы тебя держали, чтобы как минимум ты это все как-то там поддерживала. Цель вот этой темы какая? Думать о том, как ты еще можешь заработать, пока ты активен, пока у тебя есть силы, пока у тебя есть время, и нужно понимать, что каждый день у тебя сил будет меньше. Сколько у тебя времени осталось для того, чтобы смочь выйти на такой доход? Сколько у тебя времени осталось для того, чтобы накопить тот капитал, который будет тебя кормить на пенсии? Сколько времени у тебя осталось, да, и что у тебя есть, какими ресурсами ты на сегодня располагаешь, не располагаешь, что ты можешь сделать? На всякий случай под видео оставлю ссылку на академию, где можно получить профессию, неважно какой у тебя возраст, неважно где ты живешь, неважно какая у тебя профессия сейчас. А профессия, которую может тебя кормить гораздо дольше, чем та основная профессия, которой большинство располагают на сегодняшний день. Важно думать о том, где ты еще дополнительно заработаешь, не для того, чтобы все просрать сегодня, а для того, чтобы позаботиться о своем будущем. То есть инвестировать в свое будущее. Я знаю, что тема неприятная, знаю, что в ютюбе принято говорить об этом, что все будет хорошо, все само там сделается. Не сделается. Поэтому пишите в комментариях ваши мысли, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, потому что мне кажется, что каждый должен подумать об этом. И я понимаю, что это видео будет не самым популярным на этом канале. Давайте порассуждаем, давайте обдумаем, давайте, может быть, придем к каким-то решениям. Возможно, я сниму какой-то отдельный ролик или отдельный цикл роликов на эту тему. А с вами была Юлия Трус. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.